Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите передачу «Золотые лекции» на канале «Русский мир». С вами Елизавета Терентьева, научный сотрудник Московского государственного музея Сергея Есенина. И, собственно, в музее Есенина мы сейчас с вами и находимся. Сегодня я предлагаю поговорить о том направлении, к которому какое-то время относил себя наш поэт, об эмажинизме. Это течение, собственно, создает Сергей Есенин со своими товарищами. Тут, конечно, нужно напомнить, что в целом литература, да и в целом искусство начала 20 века себя представляет как новая, новаторская, революционная. Появляется авангард. Авангардисты противопоставляют себя классическому искусству, они ищут новые идеи, новые пути, новые средства выразительности. Но авангард не был единым монолитным течением, нет. А в рамках авангарда появляется множество новых, ярких, самобытных направлений. Если говорить про западное искусство, это и конструктивизм, и кубизм, и футуризм, сюрреализм и так далее. Ну а у нас появляются свои не менее интересные направления. Например, Малевич создает супрематизм, появляются у нас лучисты, появляется у нас такое направление, ответвление, ответвление от футуризма. Будет ли Аня? Появляются всеки, которые приветствуют абсолютно все, что находят в мировой культуре. И в противовес всекам тут же появляются ничевоки, которые, напротив, отрицают все, что было до них. Появляются фуисты, прозантисты, дерзопоэты во главе с дерзоархом. Ну а молодой амбициозный поэт Сергей Есенин, разумеется, не отстает, и вместе с друзьями он решает сказать свое веское слово в искусстве. Он создает орден иммаженистов. От английского слова «имидж», то есть образ в первом значении. С чего же все начиналось? Летом 1918 года молодой пензенский поэт Анатолий Марингов перебирается в столицу, в Москву. Он прекрасно знаком с творчеством Сергея Есенина, он мечтает с ним познакомиться. Знакомство и произойдет, но чуть позже. Сначала же Марингов через своего родственника знакомится с известным революционером Николаем Бухариным. И Бухарин, увидев сборник его стихов, устраивает молодого человека в издательство в ЦИК. В самом деле сборник, наверное, потряс воображение Бухарина. Марингов позже вспоминал, что на обложке был изображен кто-то звероподобный, не то на двух, не то на четырех ногах, который огромными синими лапищами утаскивал в голубую даль крупную бахчисарайскую розу, похожую на качан капусты. И вся эта динамическая картина должна была изображать пожар Первой мировой войны, Февральской и Октябрьской революции. Больше всего Бухарина поразило стихотворение из трех строк, которое Марингов сам именовал поэмой. «Милая, нежности ты моей, побудь сегодня козлом отпущения». Бухарин долго смеялся, говорил, что никогда в жизни не читал подобной ерунды, но решил поспособствовать карьере поразившего его молодого поэта. Так вот, в издательстве в ЦИК Сергея Есенина Марингов и встретил. Читая его стихи, он представлял себе такого крепкого крестьянского мужика лет под 35, ростом всажень, борода кладистая, как поднос. И вдруг однажды в издательстве он видит невысокого белобрысого мальчишку-паренька в белой шелковой рубашке, который заявляет, что это он Сергей Есенин. Поначалу, конечно, Марингов был поражен, но молодые люди быстро находят общий язык. К ним примыкают затем другие молодые талантливые поэты, художники, музыканты. И вот вся эта пестрая ватага в итоге и создаст орден иммаженистов. Конечно, слово орден — это аллюзия на ордены Средневековья и раннего Нового времени, отчасти даже на орден масонов, то есть намек на какую-то закрытость этого общества, на его элитарность и на сакральность тех знаний, которые иммаженисты будут нести людям. В журнале «Сирена» иммаженисты публикуют свою скандальную декларацию. Скончался младенец, горластый парень десяти лет от роду. Футуризм. Давайте грянем дружней. Футуризму и футурию смерть. Футуризм — это босоножка формы, это не тшанство от искусства. Образ и только образ. Всякое содержание в художественном произведении также глупо и бессмысленно, как наклейки из газет на картины. От нашей души, как от продовольственной карточки искусства, мы отрезаем майский весенний купон. Поэты, музыканты, скульпторы, художники АУ. Позже журналист Илья Эренбург будет писать о том, что как в гимназиях греки дрались с персами, имитируя события греко-персидских войн, так Есенин пошел с иммаженистами для того, чтобы драться с футуристами. Ну, в первую очередь, конечно же, с Владимиром Маяковским. В самом деле, их эпическое противостояние позже станет просто самой настоящей притчей. Но сам Маяковский позже в своих воспоминаниях будет указывать, что на самом деле между поэтами не было вражды. Они вполне могли созвониться, вместе где-нибудь пообедать, поговорить о поэзии, ценили стихи друг друга, но на людях играли роль, разумеется, непримиримых оппонентов. Нужно еще сказать, что иммаженизм, к сожалению, не был каким-то принципиально новым движением. Иммажизм, как изначально течение называлось, зародился еще в начале 20 века в английской литературе. Однажды молодой студент Кембриджского колледжа Томас Хьюм оказался отчисленным, по слухам из-за драки, после чего решил круто изменить свою жизнь. Он завязал с точными науками, которые изучал до того, и стал заниматься поэзией, в первую очередь лирической поэзией, и философией. К нему примыкают другие молодые поэты, например, Эзра Паунд из самых известных, и молодые люди создают свой клуб поэтов, собираются по вечерам в английском кафе в Лондоне и там рассуждают об искусстве. Томас Хьюм полагал, что стихи должны апеллировать в большей степени к зрению, нежели к слуху, должны быть подобны скорее скульптуре, нежели музыке. Само название иммажизм восходит к латинскому слову имаго, то есть образ, изображение, отображение. Марк Цицерон в первом веке до нашей эры говорил имаго аниме вульту сест, то есть отображением души лицо является, если дословно. Сегодня мы говорим глаза, зеркало души. Иммажисты поражали чопорных англичан своими яркими нетривиальными сравнениями. Например, у Томаса Хьюма появляется стихотворение «Осень», отрывок из него приведу. Луна стояла у плетня, как краснорожий фермер. Вокруг толпились щупленькие звезды, похожие на городских детей. Разумеется, с точки зрения классической поэзии, луну никак нельзя было уподоблять краснорожему фермеру, нет, она должна была быть неким оком ночи, которая наблюдает за путниками. В свою очередь звезды должны были быть, например, россыпью жемчужин на платье ночи, а никак не бледными городскими детьми. И поэты и мажисты, тем не менее, несмотря на не самые простые, не самые красивые, возможно, с точки зрения классиков, образы приобретают популярность. Но, увы, в историю вмешивается Первая мировая война. Многие поэты оказываются на фронте, в том числе и сам Томас Хьюм погибает на одном из фронтов Первой мировой войны. Ну а некоторое время спустя, в 1918 году, знамя и мажизма подхватывают уже наши отечественные поэты. Отечественные поэты, разумеется, начинают создавать свою теоретическую базу. Например, Вадим Шершеневич провозглашает главный лозунг иммажинизма. Слово всегда беременна образом, всегда готово к родам. Появляются программные документы, включая ту же самую декларацию. Поначалу иммажинисты, разумеется, принимаются не спровергать литературные устои. В первую очередь, Александра Сергеевича Пушкина. Есенин в одном из личных писем пишет о том, что много изучал поэзию в последние годы и, наконец, понял, что ни Пушкин, ни сам он, Есенин, не умели писать стихов. Шершеневич замечает, когда нам говорят, что Пушкин, Блок, Геоте, прекрасно, мы отвечаем. Да, это прекрасно, но ныне это не искусство. Однако со временем пиетет к Александру Сергеевичу все-таки вернется, и у Сергея Есенина появятся слова о том, что только теперь мы, наконец, начинаем понимать стиль поэтической походки Александра Сергеевича. Вот так выразился он о творчестве. Человек, который снова становится его кумиром, как и в ранней юности. В 1924 году, когда будут отмечать 125-летие со дня рождения Александра Сергеевича, именно Сергей Есенин от лица Союза советских литераторов будет возлагать венок к памятнику Александру Сергеевичу и будет читать стихи, которые так и будут называться Пушкину. Мечтая о могучем даре того, кто русской стал судьбой, стою на Тверском бульваре, стою и говорю с собой. Блондинистый, почти белесый, в легендах ставший как туман. О, Александр, ты был повеса, как я сегодня хулиган. В произведениях, в поэмах друзей снова появятся пушкинизмы, девы, чернь, река лета, остров Буян, ну и так далее. Иммаженисты обращаются и к древнерусской литературе. В первую очередь Сергей Есенин любил слово о полку Игореве. Он говорил, что когда впервые прочитал это произведение, ходил буквально как помешанный, какая образность. И впоследствии говорил, что истоком для иммаженизма стало именно слово о полку Игореве. Друзья снова начинают обращаться и к историческим, и к мифологическим сюжетам. Например, у Анатолия Марингоффа появится поэма Магдалена. Ну а у Сергея Есенина появляется одна из его самых ярких поэм появляется его Пугачев. Отчасти он полемизировал в нем с капитанской дочкой Пушкина, потому что полагал, что в произведении такого плана фокус внимания должен быть направлен на исторического персонажа, а не на придуманных героев, как у Пушкина в капитанской дочке. В Пугачеве множество прекрасных ярких монологов. Позже Владимир Высоцкий прославится благодаря чтению монолога Хлопуши. Ну а я сейчас хочу напомнить отрывок из монолога самого Емельяна Пугачева. «Нынче вечером, в темноте скрываясь, я правительственные посты осмотрел. Все часовые попрятались, как зайцы, боясь замочить шинель. Знаешь, эта ночь, если только мы выступим, не кровью, а зарею окрасила бы наши ножи. Всех солдат без единого выстрела в сонном яйке мы могли уложить». Появляются, разумеется, и произведения, посвященные будущей, новой жизни, в которую имажинисты тогда так верили. Например, у Сергея Есенина появляется поэма «Инония», то есть некая другая, лучшая, иная страна, которая грядет. Говорю вам, вы все погибнете. Всех задушит вас веры мох. По-иному над нашей выгибью вспух незримой коровой бог. И напрасно в пещере селятся те, кому ненавистен рев. Все равно он и иным отелится солнцем в наш русский кров. Все равно он спалит телением, что сковала реке брега. «Разгвоздят мировое кипение золотые его рога. Новый сойдет олипий начертать его новый лик. Говорю вам, весь воздух выпью и кометой вытяну язык». Имажинисты быстро приобретают огромную популярность. В каждом кафе можно вечерами услышать, как они читают свои стихи. В каждой книжной лавке можно найти их коллективные сборники. «Звездный бык», «Плавильня слов», «Харчевня зорь». Они вообще обожают играть со словом и с образом. Они использовали метафору как основной инструмент, а чаще даже целые метафорические цепочки, в которых они сопоставляли прямые и переносные значения слов. В качестве одного из способов написания новых стихов имажинисты практиковали такое. Об этом эпизоде вспоминал переводчик Илья Шнейдер, хорошо знакомый с Сергеем Есениным. «Однажды он пришел в дом к Есенину и увидел, как тот, сидя на полу, перебирает разные клочки бумаги. Присмотревшись, Шнейдер увидел, что на этих клочках бумаги написаны какие-то слова. Слова самые разные. Дерево, дорога, деревня, небо, голубой, синий, розовый, листва и так далее. Часть листочков лежала справа от Есенина, часть слева. И вот он брал по одному листочку справа и слева и читал получившиеся словосочетания. Говорил о том, что иногда появлялись какие-то совершенно забавные, неожиданные, яркие образы, которые он тут же и использовал в своих новых произведениях. Молодые поэты настолько известны, что слава становится для них лучшей охранной грамотой. Марингофф вспоминал такой эпизод в своих воспоминаниях в книге «Роман без вранья». Однажды, когда он поздним вечером возвращался домой, то в одном из переулков Тверской. К нему подошли пятер вооруженных людей. Сначала они остановили его криком «Стой иностранец!», вначале потребовали паспорт, ну а затем оказалось, что им нужно его новое пальто. Марингофф уже принялся печально раздеваться. Пальто было очень жалко, он только что получил его. Но вдруг один из пятерки спросил, а не вы ли случайно автор поэмы «Магдалина». Марингофф был счастлив. Оказалось, что последние московские воры знают его лично в лицо, учитывая, что ни телевидения, ни интернета, разумеется, не было. Он готов был расстаться и с новым пальто, и с кашне, и с калошами, но у него не только ничего не взяли, но проводили до самого дома, выразив восхищение творчеством поэтов и мужинистов. Разумеется, молодые амбициозные поэты решили создать такое место, где они могли бы выступать целыми днями, а то и ночами напролет, читать стихи столько, сколько захочется. И они регистрируют официально свое объединение как ассоциация вольнодумцев. Председателем ассоциации становится, разумеется, Сергей Есенин. Орден имжинистов, конечно, никто бы не зарегистрировал, потому что орден отсылала к некой старой, уже несуществующей жизни. Ассоциация вольнодумцев открывает свою книжную лавку и открывает свое кафе «Стойло Пегаса» на Тверской, 37. Оформлением будет заниматься художник Георгий Якулов. Он украсит кафе портретами имажинистов и строчками из их стихов. Возле одного из зеркал штрихами был набросан портрет Сергея Есенина и его строчки. «Срежет мудрый садовник осень, головы моей желтый лист». У другого зеркала портрет человека в цилиндре, который ударяет кулаком в желтоватый шар. Это был портрет Анатолия Марьингофа и строчки из его стихов. «В солнце кулаком бац! На другой стене портрет Вадима Шершеневича и пунктирный забор, а на заборе надпись. И похабную надпись заборную превращаю в священный псалом». А над эстрадой по стене бежали строчки из того самого знаменитого есенинского хулигана. «Дождик мокрыми метлами чистит, и вне кобыль помет по лугам. Плюйся ветер охапками листьев. Я такой же, как ты, хулиган». И когда люди хотели, чтобы поэт вышел читать свои стихи, начинали просто на все кафе, на полтверской скандировать. «Хулигана, хулигана сюда!» И он тоже всячески поддерживал этот образ московского озорного гуляки. Появится его «Исповедь хулигана», появится «Любовь хулигана», в конце концов появится его «Москва кабацкая». «Сердце бьется все чаще и чаще, и уж я говорю не в попад. Я такой же, как вы, пропащий. Мне теперь не уйти назад». Но, с другой стороны, в стойле нередко звучали не только стихи Сергея Есенина, но и сочиненные им частушки о его знакомых. Например, о Маяковском написал он такие строчки. «Ах сыпь, ах жарь, Маяковский бездарь! Рожа краской питана, а обокрал Уитмана». Отсылка к творчеству Олта Уитмана, известного американского поэта начала XX века. Тем не менее, все эти забавные хулиганства Сергея Есенина не мешали его многочисленным поклонницам тихонько скандировать «Душка Есенин». Об этом вспоминала уже Галина Венеславская. Поначалу она была одной из таких же поклонниц, но со временем она становится близким другом и секретарем Сергея Есенина. Будет вести за него все переговоры с редакциями, с издателями, все доверенности будут на ее имя оформлены. До такой степени поэту она была предана, что меньше чем через год после его смерти покончила с собой, у него на надгробии оставив записку «В этой могиле все для меня самое дорогое». Ну а другим частым гостем кафе Стойла Пегаса стала американская танцовщица Айседора Дункан, блистательная Дункан, которая станет второй супругой Сергея Есенина. Она нередко приводила в кафе своих друзей, в том числе иностранцев, и однажды в Стойле Пегаса побывал английский переводчик Олтер Дюранси, который оставил воспоминания о том, как Сергей Есенин читал слушателям своего черного человека. Друг мой, друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, только окроющую в сентябрь осыпают мозги алкоголь. Голова моя машет ушами, как крыльями птица. Ей на шее ноги маячить больше не в мочь. Черный человек, черный, черный, черный человек на кровать ко мне садится. Черный человек спать не дает мне всю ночь. Черный человек водит пальцем по мерзкой книге, и гнусавя надо мной, как надусопший монах, читает мне жизнь какого-то прохвоста из-за булдыги, нагоняя на душу тоску и страх. Слушай, слушай, бармочет он мне. В книге много прекраснейших мыслей и планов. Этот человек проживал в стране самых отвратительных громил и шарлатанов. В декабре в той стране снег до дьявола чист, и метели заводят веселые прялки. Был человек тот, авантюрист, но самой высокой и лучшей марки. Был он изящим, к тому же поэт, хоть с небольшой, но ухватистой силою. И какую-то женщину сорока с лишним лет называл скверной девочкой и своей милой. Счастье, говорил он, есть ловкость ума и рук. Все неловкие души за несчастных всегда известны. Это ничего, что много мук приносит изломанные и лживые жесты. Черный человек появляется как ночной кошмар, но постепенно становится понятно, что по сути это альтер-эго самого поэта. Это то темное, что в каждом человеке найдется. Хотя есть и другие трактовки произведения. Кто-то полагал, что это тень НКВД, распростершаяся над Есениным. Другие считали, что это тень Пушкина, которая его преследует. Но вот англичанин Олтер Дюранти, напоминаю военный переводчик, предложил свою крайне оригинальную трактовку. В записных книжках он писал. Я знал историю этой поэмы. Лицом черного человека было лицо поэта-негра Клода Макея, приезжавшего в Москву и знакомого с Сергеем Есениным. Вот такой простой незамысловатый подход западного человека. Раз черный человек, значит непременно негр. Нужно найти такого негра, с которым был знаком Сергей Есенин. Наверное, наш поэт тонко смеялся бы, если бы узнал о такой трактовке своей поэмы. Приятель Сергея Есенина, поэт Николай Клюев, так описывал обстановку, обычно царившую в стойле Пегаса. Стойла Пегаса унавожена изрядно. Дух на этом Олимпе воистину конский, и за место отче наш копытами в небо песня ржется. На помосте будка собачья, с вересгом, фортепиано. В зеркалах носы, плеши, загривки, нечеловечье все, лошадиным паром и потом сытое. Но все это не мешало Клюеву периодически с аппетитом обедать в стойле Пегаса как раз-таки за счет Сергея Есенина. Гости в стойле Пегаса были самые разные. И поэт Валерий Брюсов бывал здесь, и тот же Маяковский захаживал, и режиссер Всеволод Мейерхольд, и Михаил Булгаков с супругой, и актриса камерного театра Августа Миклашевская, которой Сергей Есенин и посвятил тот самый знаменитый цикл «Любовь хулигана». Заметался пожар голубой, позабылись родимые дали. В первый раз и запел про любовь, в первый раз отрекаюсь скандалить. А еще одним частым гостем в стойле Пегаса был композитор Ревар Савр, революционный Арсений Аврамов, так он себя именовал. Это музыкант и маженист, который все свои музыкальные произведения называл ревопусами, то есть революционными опусами, и давал им название. Ревопус номер один, два, три. Крайне редко своим композициям он давал конкретные названия, но все-таки симфонию гудков он решил озаглавить. Сам Ревар Савр зачастую записывал звуки города, то есть шум машин, гудки заводов. Все это он впоследствии компоновал, смешивал с музыкальными отрывками, то есть музыковеды считают его одним из предтеч так называемой конкретной музыки, которая появится чуть позже. Сейчас небольшой фрагмент из произведения Ревар Савра, из его симфонии гудков вы и услышите. Среди имаженистов были не только поэты и музыканты, но и художники. Уже упоминало имя Георгия Якулова, который расписывал Стоила Пегаса. Родом был он с Кавказа, из армянской семьи. Приезжает в Москву, учится в мастерской Константина Юона. Он не только занимается живописью, но и служит в армии, служил и в русско-японскую, и в Первую мировую войну, так что жизнь знал с разных сторон. Как и Сергей Есенин, который тоже служил санитаром в Первую мировую. Так вот, Георгий Якулов создает свою теорию разноцветных солнц. То есть он считает, что цвет нужно использовать как некий самостоятельный образ, как самостоятельный жанр, можно сказать. Цвет не должен просто раскрашивать контур, он должен придавать смысл композиции. И некоторые работы Якулова вы сейчас видите перед собой. Все они красочные, многоцветные, как его любимый Кавказ. Ну а другим ярким художником был Борис Эртман. Позже он даже заслужит серебряную медаль на Парижской выставке. Будет активно участвовать в качестве театрального художника с художественным театром, с МХАТом, с театром имени Станиславского. Не все критики положительно относились к творчеству поэтов-иммажинистов. И однажды Луначарский, который поначалу поэтам покровительствовал, написал о том, что они являются шарлатанами, которые желают морочить публику. Иммажинисты не растерялись и тут же в своей ответной статье предложили ему прекратить эту публичную травлю, вступить в публичную дискуссию с ними. И если он в самом деле уверен, что они являются враждебным элементом, то в таком случае просто-напросто выслать их из страны. Самое поразительное, что история эта сошла на нет сама собой. Луначарский простил такое неуважительное отношение к себе. В целом иммажинисты очень часто ввязывались в разного рода дискуссии и суды. Такой аналог отдаленный нынешних поэтических так называемых батлов. Об одном таком суде в Политехническом музее оставила воспоминания поэтеста Лидия Сейфулина. В тот день иммажинисты судили современную поэзию. Маяковского на заседание никто не приглашал, но в разгар суда он распахивает дверь большой аудитории, вваливается и своим громким зычным голосом с порога заявляет, что явился он из камеры народного судьи, где слушали такое дело. Дети убили свою мать. Вот только дети эти, поэты-мажинисты, а мать их это поэзия. Есенин тут же, вскочив на стол президиума, на сцене закричал, не мы, а вы убиваете поэзию. Вы пишете не стихи, а агитезы. На что Маяковский, за словом в карман никогда не лезший, тут же ответил, ну а вы пишете кобылезы. Иногда мы сами не можем понять, где заканчиваются реальные истории и где начинаются уже байки, ходившие по Москве об этих поэтах. Например, рассказывали москвичи о том, что однажды Маяковский получил задание написать стихи в защиту чистоты улиц. Они в самом деле у него имеются. В любом сборнике можно найти, оканчиваются они словами. Товарищи люди, будьте культурны, на пол не плюйте, а плюйте в урны. Но через два дня буквально по Москве стало ходить другое двустишее, которое все единогласно тут же приписали Сергею Есенину. Народ культурный, народ московский. Не плюйте в урны, есть Маяковский. Ну и множество других эпизодов москвичи рассказывали. Другой суд в московской консерватории произошел в присутствии Валерия Брюсова. Брюсов был председателем. В тот день он судил иммажинистов, но иммажинисты отвечали настолько ярко, искрометно, что их решено было оправдать. А в качестве своего последнего слова они стали читать свои стихи. И, разумеется, в тот день никто и не вспомнил о поэтах-футуристах, которые тоже присутствовали. О суде на Кавказе рассказывает уже упоминавшийся переводчик Илья Шнейдер. Там Сергей Есенин должен был выступать со стороны обвинителей. Воспользовавшись приемом Маяковского, он заходит в зал суда, когда заседание в разгаре, что-то скрывая под пальто. Он взбирается на сцену, и когда подошла его очередь сказать свое слово, он распахивает пальто. Там оказывается маленькая собачка, которая тут же радостно облаяла всех футуристов. В зале начинается смех, шум, гам, неразбериха, занавес, наконец, задергивают. Разумеется, это засчитали за безоговорочную поэту иммаженистов очередную их победу. Но иммаженисты были известны москвичам не только яркими стихами и не только участием в подобного рода поэтических дискуссиях. Нет, иммаженисты были известны и своими многочисленными забавными шалостями. Например, Вадим Шершеневич в книге «Великолепный очевидец» вспоминал о том, как однажды банда иммаженистов, как они себя именовали, за одну ночь решила переименовать все центральные улицы Москвы. То есть Петровка получила имя Анатолия Марьингофа, причем табличка оказалась прямо на здании Большого театра, чтобы не было никаких сомнений у москвичей. Большая Никитская получила имя Вадима Шершеневича, Большая Дмитровка стала улицей Александра Кусикова, ну а Тверская, главная любимая улица москвичей, стала, разумеется, Есенинской. В другой раз на памятнике Пушкину появилась такая табличка «Я с иммаженистами», якобы ночью написал Бронзов Александр Сергеевич. Нередко они выступали и в других крупных городах Союза. Например, однажды в Харьковском театре устроили для местных жителей театрализованное действо, и в результате чего они избрали Будетлянина Велимира Хлебникова ни много ни мало председателем всего земного шара. А сам председатель земного шара о друзьях и маженистах писал так Но нужно сказать, что к середине 20-х годов Сергей Есенин начинает отходить от иммаженизма. В последние годы жизни в 24-м, в 25-м году появляются его персидские мотивы. Друзья сравнивали их с восточными сладостями. Настолько яркой, образной, но уже совершенно другой стала его поэзия. А в 25-м году появляется его поэма Анна Снегина. Опять-таки друзья ласково подшучивают над Сергеем Есениным. Говорят, что он настолько приблизился к слогу Пушкина и отошел от иммаженизма, что еще бы нянюшку в сюжет. Ну и совсем Александр Сергеевич. Остальные иммаженисты отходят от своего течения к 30-м годам. Приходит мода на соцреализм. Все остальные течения авангарда постепенно забываются. Уже в 90-е годы была предпринята попытка возродить иммаженизм, снова поднять знамя Сергея Есенина. Молодые поэты Людмила Вагурина, Ирина Новицкая и другие создают течение мело-иммаженистов. Но, к сожалению, просуществовало оно всего несколько лет. И закончить нашу сегодняшнюю встречу я хочу словами милые маженистки Ирины Новицкой, которая периодически бывает в гостях в нашем музее. Я читаю ногами улицы. Трогаю глазами переулки и дома. Открываю ртом закрытые окна. Передвигаю руками мосты и церкви. Вздрагиваю ушами от запахов. Выхожу плечами к реке и никак не могу вспомнить, что нужно делать памятью. Благодарю за внимание, друзья. С вами была программа «Золотые лекции» канала «Русский мир». И я, Елизавета Терентьева, научный сотрудник Московского государственного музея Сергея Александровича Есенина. До новых встреч!